Как вы знаете, возглавление прав, права собственности, да, у юридических, юридических лиц, обязательно, согласно гражданскому году, обязательно к статистической регистрации. Согласно статье 9 Законной Республики Казахстан о государственной регистрации недвижимого имущества, любое лицо в течение 6 месяцев, с момента возникновения юридического факта, то есть, когда человек вступает в свои права на основании православных документов, будь это нотариально удостоверенный договор, будь это решение суда, либо иной православный документ, который выдан был каким-либо органом, то он обязан в течение 6 месяцев зарегистрировать свои права. Исключение бывает, если имеется на данное недвижимое имущество какое-либо обременение, то есть они ограничены в своих правах, то с момента, как данное обременение будет снято, то любое лицо тоже обязано в течение 6 месяцев регистрировать свои права. Нарушение физической и юридической милиции данной нормы, то есть несовременной подачи заявления на государственную зарегистрацию несет ответственность. За данное нарушение предусмотрено административное ответственность, как я говорил, это статья 460 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает штраф на физическое лицо в размере 10 мрп, в отношении юридического лица в размере 27 мрп. Как вы знаете, одно мрп на сегодня равен 2269 тенге. Соответственно, 10 мрп, это выходит 22690 на физическое лицо, штраф, а для юрлиц 45380 тенге. Бывает, что, допустим, смягчающее обстоятельство, когда человек деятельно раскаивается и в своих пояснениях, в протоколе, где он подтверждает действительно, что он нарушил сроки подачи заявления, то предусмотрено сокращенное производство, то есть накладывается штраф в размере 5 мрп, который он обязан уплатить в течение 7 дней. Если лицо в течение 7 дней не уплачивает штраф, то фактически накладывается уже полный штраф в размере 10 мрп. То есть бывают такие моменты, у нас же не карательные меры, люди бывают разные, пенсионного возраста, где-то, допустим, по своей забывчивости забыли зарегистрировать те же дачный участок, либо гаражи. Конечно, мы входим в их положение, так как мы понимаем, что пенсия небольшая, и мы в отношении них, как бы у нас не предусмотрено, там меры наказания только есть с административным штрафом, то есть предупреждений нет. В связи с этим мы им поясняем, что наша цель не сама вас наказать, допустим, что вот есть нормы, есть виды изыскания, но мы можем в отношении вас применить штраф в размере 5 мрп. Административной ответственности по данной статье подлежат физическое обвиняемое лицо, достигшее 16 лет. Как я сказал, в нашей практике освобождение от ответственности бывает очень редко. Бывают такие моменты, что гражданин там обращается и говорит, допустим, что государственный орган нам выдал проостановочный документ, потом, допустим, есть на дачный участок, на земельный участок, то есть выносится постановление кематом, им предоставляется, где-то они потом теряют время, им надо изготовить, подать на акт на земельный участок. Проходит определенное время, где-то, может, по своей забывчивости или по волоките, допустим, той организации, которая занимается выдачей актов на земельный участок, проходит 6-месячный срок, потому что у них есть свои нюансы, свои работы. Также бывает так, что люди обращаются в Центр обслуживания населения, как вы знаете, что любая регистрация, прием документов, осуществляет им Центр обслуживания населения. То есть люди подают, допустим, постановление, которое вынесли кемат, именно представление земельного участка, и приходят в Центр обслуживания населения. Там им при приеме отказывают документы, так как отсутствует акт на земельный участок. В этот момент они уходят, теряют время, также обращаются получить акт. Бывают такие ситуации, что люди говорят, вот мы обращались в Центр обслуживания населения, но нам отказали в пояснении, что акта нет. Я им разъясняю, если вы обращаетесь в Центр обслуживания населения, письменный отказ, который в дальнейшем может у вас оставить ответственность, анициативная. Такие моменты бывают, мы вникаем в каждую проблему. Даже бывают такие моменты, якобы, государственные органы, когда люди к ним обращаются, затребывают какие-то определенные документы, которые нужны для, допустим, выдачи каких-то документов. И нам приходится, допустим, человек говорит, я за собой вины не чувствую, нам приходится обращаться в государственные органы, так как у нас есть, мы открываем протокол на производство, у нас есть два месяца, чтобы доказать вину виновного. Но если в наших полномочиях есть такое, если вина не доказывается гражданина, если по какой-либо причине виноват госорган, либо специалист, то мы обладаем такими полномочиями, как должностное лицо, так же, как и суд, направить представление в отношении того госоргана, который допустил Волокитову. И в дальнейшем руководство должно принять меры спинального характера, то есть привлечь виновных лиц, которые допустили данный факт, что гражданин несовременно получил документы, что послужило в нарушении сроков подачи заявлений на госрегистрацию. Причин бывают разных и много. Бывает, конечно, когда люди сами виноваты. Где-то, допустим, по своей забывчести, в своей жизненной рутины, в своих делах, где-то забывая, то есть они получают простонавший документ, его откладывают в сторону, данный документ лежит, ждёт, то есть они оставляют на потом. Где-то люди, может, бывают неграмотные, в плане того, что вот им выдали документ про останавливающий, они не знают, что надо обращаться в органы для регистрации прав на недвижимое имущество. И они документы откладывают в сторону, и мы, говорит, думали, что надо... Всё, мы в права вступили, мы отложили в сторону, и считают, что они уже собственники, где они глубоко ошибаются. Проходит время, они обращаются в Центр служебного населения, чтобы получить справку о наличии недвижимого имущества, а там выходит, что за ними недвижимого имущества нет. И мы объясняем, что необходимо в течение 6 месяцев подавать, что потом приводят к последствиям. Да, такие моменты есть. Бывает, что люди где-то по здоровью находятся на лечении амбулатурном, на состанавливаемом лечении, и не могут в своё время обратиться. Такие моменты и бывают. Бывает, что моменты где-то, те органы, которые выдают простонавший документ, затягивают с данным процессом. Где-то бывает, что граждане не своевременно оплачивают данные услуги при получении простонавших документов, чтобы затягивать данный процесс. То есть моментов очень много, у всех свои разные причины. Ну, в основном, вина заключается в том, что люди где-то в основной массе сами виноваты в данном происшествии. Управлению юстиции города Петропавловск за 8 месяцев текущего года было составлено около 160 протоколов антинктивного производства. Из них в отношении физических лиц 133 протокола было составлено штраф на общую сумму 1,463,000. И в отношении юридических лиц порядки 27 были привлечены к антинктивной ответственности по данной статье, по которым штраф наложен изыском в размере 1,089,000 тенге. 7 административных материалов было прекращено за данный период времени. Если сравнить с прошлым периодом времени, то намечается увеличение именно данного правонарушения, что действительно даже статические данные как бы данный факт подтверждает. Да, имеются такие факты, что когда государственные органы или госучреждения сами нарушают данную норму закона, то есть нарушают срок 6-месячной подачи документов на государственную регистрацию. К ним также применяются штрафные станции в размере 20 МРП, то есть, как говорится, здесь они от ответственности уйти не могут. Все перед законом равны и физическое лицо, и юридическое лицо, и государственные органы. Такие факты имеются, единичные, такие факты есть. В связи с этим мы и работаем, что мы постоянно уведомляем государственные органы, что необходимо с уверенно обращаться, потому что данные факты могут как бы в процессе увеличиваться, так как строятся новые объекты, новые дома, жилищные комплексы. Когда лица добровольно не оплачивают штрафы административные, то есть меры, законные меры, которые переменяются по данному факту, то есть, допустим, мы все в течение 30 дней календарных и лицо не оплачивают штраф, то мы в течение 10 дней должны направить на исполнение частным судебным исполнителям, которые принимают уже меры взыскания. Но данные меры будут очень как бы неудобны для именно лиц, потому что у них сейчас большие полномочия, которые впоследствии могут составить неудобства. именно для граждан. Они могут наложить и аресты на недвижимое, недвижимое имущество, могут наложить аресты на банкские счета, юридические лица, также удерживать заработную плату для должника, также могут наложить ограничения на пересечение границы. То есть, как бы, я призываю именно граждан, юридические лица уверенно оплачивать данный штраф, так как могут возникать большие проблемы. Вы знаете, что у них большая компетенция и их меры, они очень продуктивные, очень хорошо работают именно вот частные судебные исполнители в данном направлении. Мы анализируем ситуацию, что именно данное нарушение увеличится с года в год. В связи с этим мы собираем семинары с государственными органами, те государственные органы, которые выдают правосновывающие документы, где мы указываем, что необходимо, мы даже сделали предложение такое в государственные органы, что необходимо в тех документах, которые они выдают гражданам либо юридическим лицам, указать один из пунктов прямо в самом документе, что в течение шести месяцев обязаны подать документы на государственную регистрацию. В данном направлении мы работаем. Также мы работаем с нотариусами. В принципе, у нотариусов в договоре у всех отражено данное, именно этот пункт, что необходимо в шести месяцев регистрировать свои права. Но эту работу мы проводим на постоянной основе. Также мы отражали статьи, где обращались к гражданам через средства массовой информации, через местные газеты, что необходимо в течение шести месяцев регистрировать свои права. Я думаю, что данные меры будут свои плоды приносить, так как многие люди не знают о том, что необходимо допустим, регистрировать свои права на движение имущества. Ясное дело, что незнание закона от ответственности не уберегает. Но где-то люди бывают, конечно, где-то сами неграмотные, где-то не читают на каждый момент. И приходится им объяснять. В связи с этим мы и собираем семинары с участием разных государств, структур, и нотариусов, чтобы довести до людей, чтобы люди понимали, чем это грозит, что это, во-первых, какие-то материальные у них начинаются проблемы. Ну, там направление работы, я думаю, что я желаю, чтобы данных нарушений было меньше, чтобы люди от этого не страдали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова